Здравствуйте, с вами программа Крым Лив и я и ведущий Александр Янковский. Мы покажем и расскажем, чем живет Крым через год после начала российской оккупации. Самые важные события этой недели далее в программе. Крым. У президента сейчас нужно разработать дорожную карту создания крымско-татарской национальной автономии. Глава Меджлиса Рифат Чубаров отметил, государство-агрессор осуществляет сейчас неприкрытые репрессии крымско-татарского народа. В Меджлисе уверены, что российская власть Крыма пытается уничтожить историческую память крымских татар и оправдать преступления сталинизма и коммунистического режима. Траурные мероприятия продолжились на Майдане независимости. Там переселенцы и киевляне почтили память не перешивших депортацию. Украина никогда не погодится с оккупацией Крыма. И никогда не отдаст на потало один из коренных народов нашей общей отчизны. Мы будем бороться за права крымско-татарского народа, за его национальную и политическую свободу. Слід виробити дорожню карту розвитку национальної автономії крымско-татарского народа, яка насправді була потрібна ще на початку 90-х. Можливо, це би зробили неможливо сьогоднішні події. Держава агреси розпочала неприховані репресії, спрямовані на физичне і духовне знищення коренного народу Криму, його витіснення з рідної землі. Без повернення Криму не може відбутися українська держава в якості рівноправного члена вільної сім'ї європейських народів. Але знаємо, що для повернення Криму маємо відстояти Україну. Запреты і запугивання. Кримським татарам в Криму не дали почтить пам'ять жертв депортации траурным митингам. Остались лише молебны. Впервые со времени возвращения народа на полуострове не було многолюдних акций в день депортации. Якщо в прошлом году оккупанты запретили це робити тільки на центральних площадях городів, то в цей раз дошли до полного запрета. ОМОН блокировал і автопробег, приурочений к 18 мая. Єдинственным массовым мероприятием, которое удалось провести без навязаного участия оккупантов, стало традиционное восхождение на Четердак 16 мая. Стремление к свободе не подавити в крымских горах звучали крымско-татарские і украинские лозунги. На Четердак поднимались нетрадиционно, а более крутой і сложной тропой. Активисты считают это очень символичним. Несмотря на трудности, дошли все. Путь на Четвердак сейчас – это символ пути всего народа. Становится уже традицией у нашего народа восхождение именно в эти дни, накануне депортации нашего народа, 71-й годовщины. В этом году поднялось, на мой взгляд, более 4 тысяч человек. В прошлом году было 3 тысячи. Мы в прошлом году выставляли счетоводов, считали. В этом году не было у нас такой возможности. В общем-то, все, задача поставлена, почти выполнена. Мы поднялись на Четвердак, намаз совершили здесь. Оккупационные власти пытаются отнять у общественников все инициативы, посвященные памяти жертв геноцида. Семь лет подряд Крымско-Татарский молодежный центр проводил акцию реквием «Зажги огонек в своем сердце» на Симферопольской площади Ленина. Теперь акцию присвоил так называемый Комитет Крымско-Татарской молодежи, чей лидер публично оправдывал установку памятника тирану и виновнику депортации Сталину. И даже на этой присвоенной инициативе оккупанты перестраховывались изо всех сил. К месту проведения акции не пускали часть крымских и российских журналистов. В знак протеста те демонстративно ушли. Зато самопровозглашенные власти вновь твердили о мифическом единстве жителей полуострова. Нам нечего делить друг с другом. Мы все должны быть, как всегда, едины. Это наша сильная сторона крымчан, поэтому мы поддерживаем эту акцию. Крымско-татарская молодежь в ответ на циничный захват акции запустила в это же время в крымское небо фонарики. В канун Дня памяти жертв депортации так называемая крымская прокуратура объявила предупреждение об ответственности 14 представителям Межлиса, чтобы те не вздумали проводить несанкционированные митинги и одному из организаторов Украинского культурного центра – Леониду Кузьмину. Его объявили одним из организаторов памятных мероприятий и предупредили, что он несет персональную ответственность за недопустимое использование на акциях украинской символики. Вынужденных переселенцев из Крыма и зоны АТО хотят освободить от необходимости отчитываться о месте своего пребывания в регионах Украины. А Кабмин обяжет создать единую базу данных тех, кто покинул свой дом в связи с российской оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе. Парламент Украины принял в первом чтении изменения в закон о вынужденно перемещенных лицах. Для нас основная цель, чтобы те миллион двести шестьдесят тысяч, которые сейчас есть, вынужденных перемещенных людей, а может коллеги подскажут точную цифру уже на сегодня, чтобы четко понимали, что Украина и украинцы не залишили их на позволящее. Законопроект номер 2166 был внесен в парламент еще в феврале. И пока он несколько месяцев лежал в комитетах, переселенцев ожидал неприятный сюрприз. В марте Кабмин своим постановлением номер 79 значительно ужесточил правила выдачи справок переселенцам, по сути, приравняв их к досрочно освобожденным из мест отбывания наказания. Поэтому принятый парламентом законопроект, о котором идет речь, стал спасательным кругом для многих переселенцев, поскольку отменяют все эти требования. Теперь, чтобы считаться переселенцы в паспорте, не обязательно иметь штамп регистрации в Крыму или на Донбассе. Предлагаются альтернативные методы доказывания факта проживания на данных территориях. Это очень важно для крымчан. Многие вопросы упираются в вопрос прописки. И это очень негативно сказывается на социализации и легкой интеграции, активной интеграции внутренних перемещенных лиц. Справка переселенца должна быть бессрочной. Не нужно будет и ставить штамп в миграционной службе. Тем более обращаться в этот орган повторно, если человек переехал на материке из города в город. Кроме ликвидации многих бюрократических процедур в вопросах обустройства переселенцев в регионах Украины, законопроект обязывает Кабмин создать единую базу данных вынужденно перемещенных лиц, чтобы им не приходилось больше доказывать чиновникам свой статус. Однако реальное выполнение этой нормы пока под вопросом. По информации службы новостей «Волна» программное обеспечение для создания единой базы переселенцев уже давно готово. Грузинские эксперты передали его в Кабмин еще три месяца назад. Но она так и не заработала, а переселенцев продолжают регистрировать в бумажные журналы. Авторы законопроекта уверены, что после принятия законопроекта база появится. Я абсолютно 100% уверена, что она будет создана. И если она не сможет быть создана урядовыми какими-то организациями, министерствами, то до нас уже обратились громадские организации, иншиоциативы, и в том числе и Агентство ООН «Справбиженцев» в ВКБ ООН, что до того, что они могут допомогти в разработке такой базы данных. Законопроект сокращает количество документов, необходимых для регистрации переселенцев. Для этого предлагается паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а в их отсутствии любое доказательство проживания гражданина на оккупированной территории. Также статус переселенцев в случае принятия законопроекта станет доступным иностранцам и лицам без гражданства. Мы увеличили этим законом список лиц, которые на сегодняшний день подпадают под закон. Это в частности лица без гражданства. То есть это очень касалось общины цыган, например, которые как таковые документы не оформляли. Мы распространили действия этого закона в том числе и на иностранных граждан, которые имеют постоянное место проживания на территории Украины. Кроме упрощения процедуры регистрации переселенцев, законопроект также расширяет количество организаций, которые смогут их регистрировать. Это должно уменьшить очереди в Собесах. Законопроект уже принят в первом чтении. Его поддержали 242 народных депутата. Для второго чтения документ планируется вынести в сессионный зал уже на следующей неделе. Пропрезидентская парламентская фракция Блок Петра Порошенко призывает власти Украины ввести полную экономическую блокаду оккупированного Крыма и Донбасса. Гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях, следует создать условия для закупок продуктов на материковой части Украины. А вот очереди из фур, которые уже год продолжают снабжать Крым продуктами, на границе с оккупированным полуостровом быть не должно, заявляет лидер фракции Юрий Луценко. Донецкий Крым недавно перестали отримать электроэнергию и газ за рахунок украинского бюджета. Теперь за все платит Путин. И мы заэкономили 14 миллионов долларов в день, ну в зимовый период. Сегодня та самая ситуация про харча. Хочете харча, ось оптовый склад на украинской территории. Ваши трейдеры приезжают, купуют за ценами, которые мы считаем необходимым становиться для оккупантов. О необходимости экономической блокады оккупированного Крыма уже несколько месяцев говорят эксперты Майдана иностранных дел. Они первыми представили общественности концепцию возвращения полуострова под контроль Украины. Жесткие экономические рычаги в отношении Крыма предлагаются сделать главным механизмом для достижения этой цели. Путем введения оккупационного налога Украина может довести цены поставки на украинское продовольствие в Крым до уровня российских цен, потому что на сегодняшний день украинские цены значительно уступают по цене оптовых поставок по сравнению с российскими. Тем самым получить дополнительный источник наполнения доходной части бюджета государства. Как известно, поставлять продукты на полуостров без уплаты налогов в бюджет Украины позволяет закон о специальной экономической зоне Крым, принятый парламентом в прошлом году. Он также породил возможности для ряда злоупотреблений, причем с обеих сторон крымского перешейка. Идется не про это. Идется про поставки продовольствия, которые выполняются физическими особами в индивидуальном порядке. И это порушение всех правил. Они фактически занимаются контрабандой. Те торговцы, которые везут туда, если вы подъедете к границе между Крымом и Крымской областью, вы видите, растянувшиеся на несколько километров очереди с продуктами питания, которые завозятся в Крым. Из них где-то более 80-85% перегружаются в другие машины в районе Симферополя, там есть поселок Каменка, перегружаются в машины, потом через Керченский пролив дальше отправляется в Краснодарский край, потому что продукты питания там еще дороже. Таким образом, Украина уже несколько месяцев, неся бюджетные потери, кормит страну-агрессора, и в том числе ее армию, которые на полуострове с каждым днем становятся все больше. Ситуацию можно было бы исправить, внеся изменения в закон АСС Крым, говорят эксперты. Однако об этом в парламенте пока молчат. По данным Государственной фискальной службы Украины, с начала действия закона АСС Крым на оккупированный полуостров с материковой части Украины было поставлено товаров на сумму более полумиллиарда долларов. Генпрокуратура Украины направила уведомление о подозрении в государственной измене почти 150 сотрудникам прокуратуры Крыма, которые перешли на службу к оккупационным властям полуострова. Уголовное производство в отношении прокуроров-сепаратистов инициировали нардепы из межфракционного объединения Крым Мустафа Джамилев и Георгий Лагвинский. Следует отметить, что работа, о которой говорит Георгий Лагвинский, на самом деле началась совсем недавно, через год после начала российской оккупации полуострова. Старт процессу дала Верховная Рада Украины, которая накануне годовщины аннексии Крыма обратилась к генпрокурору с требованием привлечь крымских сепаратистов к уголовной ответственности. Мы должны добиться того, что генеральная прокуратура после этого обращения дала оценку юридическим действием, объявила их в международный розыск, и если им так нравится Россия, пусть они всю жизнь живут в России. Если куда-то выйдут, они будут арестованы и экстранированы в Украину. И уже через две недели после этого первые уведомления о подозрении в госизмене были направлены через российское посольство в Киеве 76 депутатам Крымского парламента, причастным к сепаратистскому референдуму на полуострове. Всем лицам выбрана мера пресечения содержания под стражей. И в случае, если эти лица пересекут границы Украины, или же с теми странами, с которыми у нас подписано соответствующее соглашение, они будут арестованы и доставлены в украинский суд. Из реальных задержаний крымских сепаратистов известно пока только одно. В начале мая оперативниками СБУ и пограничниками на материковой Украине был задержан первый фигурант списка – экс-депутат крымского парламента Василий Ганыш. Сейчас он находится под стражей по подозрению о государственной измене, но пытаются оспорить арест в апелляционном суде. Задержанный также утверждает, что не голосовал за проведение сепаратистского референдума в Крыму. Это все, это все данные мы действительно сейчас проверяем в рамках досудового расследования, дослеживаем. И в том числе будем проверять и показы самого Ганыша, которые он надаст, або не надаст, тоже его право. И у нас сейчас действительно действительно комплекс заходов, следовательных и Рошуковых. Наша позиция тверда, и думаю, будем доводить ее до логичного завершения. Следующим этапом работы по восстановлению справедливости в связи с аннексией Крыма станут уголовные производства в отношении сотрудников оккупационных спецслужб и силовиков, которые способствуют оккупационному режиму и реализуют многочисленные факты нарушений прав человека в Крыму, говорит нардеп Лагвинский. Он отмечает, несмотря на то, что физически выполнить необходимые процессуальные действия в отношении сепаратистских чиновников пока невозможно, важно добиться санкций на их арест, которые со временем дождутся своих фигурантов. Поездка на автобусе только по паспорту. Окупанты все тщательнее контролируют крымчан. В ближайшие недели это требование станет непременным для всего Крыма, а с 15 мая норма уже действует в Севастополе. В Крымавтотрансе объясняют это условие российского законодательства. В федерации следят за поездками людей при помощи единой базы данных. В Крыму ее сейчас устанавливают. Информационная система, указанная в части первой настоящей статьи, состоит в том числе из автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств. Получается, что после того, как эта система заработает на полуострове, в нее после первой же поездки на автобусе попадут все данные о человеке и впоследствии любые передвижения внутри Крыма и на территории России будут отслеживаться и сохраняться. Далеко не всех крымчан такое нововведение обрадовало. Замечательно. Почему? Я не знаю, как-то дисциплинирует, ящик для перекупщиков не будет. Чаще всего я паспорт действительно не беру, потому что меня могут ограбить, я могу забыть где-нибудь сумку. Лучше, конечно, без паспорта. Через крупные крымские автостанции каждый день проходит несколько тысяч пассажиров, отправляющихся в ту или иную точку полуострова. Из-за новой нормы очереди увеличатся неизбежно. В настоящее время проводится техническое оснащение КАС для реализации норм федерального закона. Я очень надеюсь, что те неудобства, которые, наверное, все-таки неизбежно приведут, для пассажиров они будут незначительные. Без паспорта на крымском автобусе можно будет проехаться только в пределах административной единицы. То есть норма не распространяется, например, на села, входящие в состав города федерального значения Севастополь. Пассажирам всех остальных рейсов придется привыкать к тому, что на них теперь распространяются нормы тотального контроля. Ведь там, где появляется полицейское государство Россия, сразу же возникает опасность мифического терроризма. Что это такое за безобразие? Оказывается, тут шоу мы собрали. Посмотрите, детушек уже привели, чтобы нас тут разгонять дубинками. Вон они стоят, гражданки одетые. Напишите в интернет Путину. Путин нас защищает всегда. Более 600 симферопольских предпринимателей и их работников могут остаться без средств к существованию. Оккупационные власти города намерены снести торговые ряды в районе центрального городского рынка. 13 мая владельцам торговых точек, установленных на улице Козлова в Симферополе, пришли сотрудники оккупационной администрации города с требованием в течение 10 дней демонтировать палатки. Мотивировали тем, что имеют постановление суда о необходимости освобождения проезжей части улиц, поскольку они будут ремонтироваться. Сам документ предпринимателям не предъявили. Глава оккупационной администрации города Геннадий Бахарев, который лично приезжал на место, заявил, что торговые точки на улице Козлова расположены с грубыми нарушениями градостроительных и санитарных норм и потребовал от их владельцев демонтировать их. Речь идет о 350 торговых объектах. Спустя год после российской аннексии Крыма предприниматели, которые теперь могут остаться без работы, вспомнили о жизни в Украине. – 630 человек работает. Вы представляете, что это такое? Снести. Это вообще, я не знаю, это никакие рамки не вкладываются. Люди голосовали на референдуме за вхождение в Россию, в Крым весь. Тут 100% голосовало. И вдруг снести. При Украине тут боролись лет 10, но все равно они потом нас не трогали, никто. А тут, на тебе, год тут прошел и снести. Что это такое? Работая при Украине, стаж украинский, теперь пенсия у меня будет только минимальная. И то через полтора года. И что я буду делать, я вообще не знаю. Потому что это единственное место, где я могу заработать. Предпенсионного возраста я никому и нигде не нужна. И у нас тут безвыходное положение. Нас заставляют ходить и рыться по мусорникам. Это пришла власть новая, которую мы выбирали. Мы думали, она для людей, а она оказывается только для администрации. Для многих симферопольцев центральный рынок является единственным кормильцем. Некоторые работают здесь свыше 10 лет. Они утверждают, что если их лишат рабочих мест, устроиться на другую работу они уже не смогут. Пришла сюда работать. Отработала 14 лет. И куда нас кто примет? Нас хотят просто по кусочкам распределить, чтобы просто убрать. Я вообще отношусь к этому негативно. Почему? Потому что люди работают здесь, поверьте мне, и копейки здесь зарабатывают. И чтобы оставлять их без этого куска хлеба, я думаю, никто с этим не согласится. Нам негде работать. Сначала надо предоставить рабочие места, а потом уже что-то делать. А так вот, куда мы пойдем? У нас дети, семья. Мы вот, один у нас заработок только, вот тут, на центральном рынке. На данный момент вокруг торговых палаток на улицах Пушкина и Козлова образовалась строительная площадка. Здесь уже началась подготовка к укладке асфальта. Однако старый асфальт, который сняли с дороги, не вывезли. Покупателям приходится перебираться через горы старого дорожного покрытия. Предприниматели же опасаются, что однажды их торговые точки снесут бульдозерами. Однако самостоятельно демонтировать их пока не собираются. Вы смотрели программу Кремлев. С вами был Александр Янковский. Увидимся через неделю.